Народный банк Китая принял решение вновь понизить процентные ставки. Это уже пятый раз с ноября прошлого года. Кроме того, были пересмотрены нормативы резервных требований для банков. Ставка по годовым кредитам была сокращена на 25 базисных пунктов до 4,6%. По годовым депозитам аналогично на 25 базисных пунктов до 1,75%. Нововведения вступают в силу уже с сегодняшнего дня. Нормы резервирования сокращены на 50 базисных пунктов. Решение начнет действовать с 6 сентября. Это второе снижение в этом году. Таким образом, Центробанк Поднебесный усилил поддержку экономики страны на фоне ее сжатия и обвалу на финансовых рынках. Эксперты ожидали именно такого решения от Народного банка Китая и прогнозируют, что власти страны будут стремиться прийти к запланированному на этот год росту экономики в 7%. По мнению специалистов, рост ВВП на 7% в год нужен для создания не менее 10 миллионов рабочих мест в городах Китая и удержания потребительской инфляции не выше 3%, что является целью. Промпроизводство, инвестиции и розничные продажи в Китае в прошлом месяце оказались хуже прогнозов. Экспорт резко упал, дефляция промышленных цен выросла. По мнению экспертов Bloomberg, в прошлом месяце экономика КНР поднялась на 6,6%. По данным некоторых источников Bloomberg, Пекин не станет применять интервенции на фондовом рынке на текущей неделе и будет пытаться оценить эффект от принятых ранее мер поддержки. Так, согласно источникам, некоторые из членов китайского руководства полагают, что падение фондового рынка окажет ограниченное влияние на экономику, характеризуя потенциальные расходы на поддержку рынков как слишком высокие. Другие считают, что рынок нуждается в интервенциях, так как обвал рынка акций создает риски для банковской системы. Существенное использование заемных средств на фондовом рынке Китая ставит финансовую систему перед рисками, которая несет в себе снижение рынка акций. После решения Народного банка Китая сократить ставки, доллар США вырос почти на 1% к корзине валют. Так, индекс доллара, отслеживающий колебания американской валюты к корзине из шести основных мировых валют, поднялся на 0,75%, достигнув отметки в 94,28 пункта. Ричард Фолкинхол из SEB полагает, что «сокращение ставок в КНР увеличило аппетит к риску». Однако еще рано говорить о покупке доллара, учитывая все резкие колебания, которые происходили с валютой за последние несколько дней. В долгосрочной перспективе настроения в отношении доллара оптимистичные. Конец цитаты. Ну а вы смотрели новости на канале Инстатв. Всего вам доброго. Увидимся через час.